так привет шкодоводы сегодня смотрим в новый супер менеджера все заняты это буду рассказывать сам вот он наш красавец так у нас skoda супер 2 литра teosai style 7-ступенчатый dsg 381 190 сил база комплектации у нас тут все стандартно до пакет солнцезначительные механические шторки декоративные вставки цифровая приборная панель и кацидопы камера заднего вида самовайка доп адаптивный круиз-контроль доп обогрев стекла доп цвет металлик свет металлик исполнен для курящих маникуре трехзонник климаконтроль хорошо комбинированная бека сидений но там алькантара в этот пакет фару и доски у нас не матриц матриц на 100000 плюс bluetooth акустика canton диски 18 трехспицевый кожаный руль от octavia с подогревом так нас интересует двигатель кстати где наклейка так у суперба с этой стороны по двигателю двигатель czpb что это нам дает так сейчас мы его откроем это нам дает то что это двигатель цикла миллера капот крайне тяжелый там не какая-то камере упоры турбинка и хи двадцатая там столько-то не будем и не значение масло есть пока написано кострол выходят слухи что вак и прекратил контракт с непи и будет у нас рик масла вот лукойла уже а вот и на сайте вот так вот в шаге завезли омывайку гриловина старый у нас новости они поставили мозги не защищены ладно закрываем капот закрывать громко серьезно здесь у нас мэндовские фары матрица на улице стоит, но там надо ставить, там и лайка, симпатичные корнеры. Что у нас внутри? Внутри у нас, так, первым делом проверяем ручки. Ручки не скрипят, как у Кодиака. Декоративные вставки у нас тут под дерево, дорого. Мягкий пластик, хром. Стеклоподъемники от старого Суперба Кентон. Обито, мягкая такая приятная ткань. Далее по приборке. Руль от Octavia FL. Вот это вообще не радует. 2,700 и в новой Octavia кожа была не кожа. Приборка. Клички нам не дали, хотя она вон так работает. Просто понимаете, у моего товара еще Димы нет на рабочем месте. Поэтому все смотрим вот так вот. Пластик здесь, конечно, не фонтан. Ну ладно, бывает. Магнитола. У Суперба считается самым симпатичным магнитолом в бизнес-классе. И это правда. Что за ерунда? Пока блекленько. Радио. Медиа. Что-то подтупливает, конечно. Фоны. Voice. Так вот, а кому-ли подсаживается. Сетапы. АП. Кар. Как ЕСП. Отключать можно? Ну, без ключа не показывает. Ладно, не стоит. Суть важна. Пластик мягенький. Вот эти, конечно, вот, если честно, вот эту жизнь более дешевого пластика сделала. У старого сперва такого не было. Вот этот пластик хороший. Бардачок. Открывается плавненько. Обид. Хорошая обивка. Добренькая. От октавии. Медиа система. Так. Климат надо выключить. О, вверху. У нас тут очечник. Большой, серьезный. Но чуть прорезинен. Так и так же. Ледовские должны быть подсветки. Ладно. Что-то не хочет работать. Угу. Открытие. Да честно, не знаю. Я еще не готовился. Что это такое? Ручки. Автолифтом? С автолифтом. Хорошо. Добротный пластик в дверях. Вот за что платим, насколько я помню, 80 тысяч. Алькантара и кожа. Ну, кожа похожа на кожу. Алькантара, кто не в курсе, это дорогая синтетика, которая замещает замшу. Замша дорогой материал, естественно, приятный. Алькантара не такая приятная. Она больше похожа, как искусственная замша, так и есть. На моем канале Стас Н есть мнение. Указано, как ухаживать за замшей. ДСГ наша любимая. Включил и забыл. Включение и отключение у нас. У нас стабилизация. Офф. Паркетник. Открытие бардачка. Вот. Багажника. Нажимаем. Не открылся. Сам полностью. Плохо. Так. Наш любимый рояльный лак. Все естественно. Все так и так. Ну, это ладно. Вот это радует. Крутилки. Вот самое главное, что меня радует в суперби. Это наличие крутилочки. Крутилочки это серьезно. Это качество. Это дорого. Пластик. Ну, добротный. Под дерево. Вот это радует, что здесь нету лака, как у новой Octahy. Ну, как у новой Buffella. USB. Прикуриватель. Здесь нету зеркала. Зеркало симпатичное. Сбоку не поставили? Нет, не поставили. Опа, она. Так, товарищи. Наблюдается зазоры. В новой суперби за 2700 зазоры. Ладно, ничего страшного. Так. Насколько я здесь понимаю, это у нас беспроводная зарядка. Мой телефон я там убрал. Будем надеяться, не сопрутся. Салон нормальный. Так. У нас получается тут замок. Ручник, автохол. Подстаканники с откручиванием. Подлокотник огромный. Подлокотник. В котором есть USB. И охлаждайка. Тут, насколько я помню, это подсветка. В сиденьях у нас тут кармашки для смартфонов. Пластик, кстати. Ну, добротный. Тут жесткий. Здесь такой мягкий. Все хорошо. Так, посиденьку определимся еще как они. Так, вот так открывается. Показывает, что у нас открыт багажник. Багажник прямо на стене открыт. Сиденье у нас электроприводом. О! Ездит. Звук такой хороший. Сейчас я под себя отрегулирую сиденье. И мы посмотрим, что у нас, как там сзади. Звук такой серьезный. Как будто пришел на МРТ. Так, все правильно сел. Вот так вот. Иду садиться сам за собой. Сиденье. Кстати. Окончитель дивинии. Аксмазка сейчас есть. Как в Актахе. Второй ряд сидений. Это же у нас бизнес-класс. В бизнес-классе. Ну, как видите, места предостаточно. Просто, просто много. Трехзонник у нас тут. Подогрев сидений. Экранчик. Что еще-то у нас тут есть? Угу. Два USB и розетка. Хорошо. Двери. У нас есть шторка. Ну, не знаю, может затонировать. Сейчас ехал. Мерин там. 500-й купешками я обгонял. Так у него вообще не тонированный. На деньги кончились все в кредитах. Ручка, кстати, вот четкая. Я по этим еще понимаю. Она пластмассовая, но на вид как металла. На ощупь качественно сделана. Пластик тоже добротный. Обивка вот эта, понимаете? Вот. Вот. Вот эта обивка ручки. Качественно сделана. Чувствуется. Материал неизвестного происхождения. Но не бросается в глаза точно. Не как у японцев там. Прям трогаешь и противно. Что у нас тут? Подлокотник. Открывается, честно, трудновато в первый раз. Тут у нас подстаканники и под ручку. Что хорошо понимаете? Вот этот пластик добротный. Я вот в том году смотрел А8 и Ауди. Вот там был полнейший галмопластик. Вот вам кто не в курсе. Шкода это доведенная до ума Польцвагены и Ауди. Сквозное проходное отверстие в багажник. Для длинномеров. Далее. Хорошие, удачные осветители. Три подголовника. Идем по багажнику. Открываем. Открывается плавно. Большой багажник. Литраж, честно, не помню. Может не готовился. Тут у нас крючочки. Важный уносной крючок. Но на Птахе удобнее. Мне так и больше нравится. Фонарик у вас забрали. Подсветка. Опять места для крепления крючков. Сеток. Тут у нас кейс. Кто знает что, пишите. Я не знаю, не готовился. Далее у нас тут тоже крючок. Прикуриватель. Большой отсек для птички, обнодушителя и всего остального. Все закрывается, все красиво. Багажник реально огромный крючок для закрепления. Фальш пола. Тут у нас стоит резина полноценная, континентальная, шалам-балам. Но тут вибро, тут вибро, там вибро. Больше шумки я не вижу. Ну ладно, ничего страшного. Такое бывает. Багажник с электроприводом. Закрываем. Плавно закрывается. Сейчас посмотрим светотехнику. Как видим, моргает бегающие, как в Audi поворотнике. Это включил рикшу, чтобы все наглядно и понятно. Везде у нас все моргает. Здесь моргает покрасивее. Шкода Кристалл LED. Естественно, матрица будет красивее. Ну и дороже. Опасайте матрицу на 100 тысяч. Делать этот ангель дороже. Опять включаем все остальное. Тут у нас врагает аварийка. Довольно-таки четкие ходовые огни. Еще во всем прикол. Сейчас когда я ехал, я говорю про этот Мерин. 500-ый купешка. У него огни были вообще лажи. Вот у Суперба покрасивше. Видите, полноценное заполнение. Кристалл. Кристаллические фары. Очень нравится. О, так. Скребок забрали. Скребок был с метками по висфонозу протектора. Как всегда у нас старенький наш механизм запора. Механизм закрытия лечка бака, который у меня ломался. Его надо продувать. Ну, так, что сказать. Симпатично. Красиво. Как я понимаю, здесь стоит радар. Все. Кому было полезно и познавательно, ставьте лайки. 2700. Обращайтесь. Барс. 15.